Дорогие мои, всем огромнейший привет и добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Маша. И сегодня, как вы поняли из названия видео, мы с вами будем тестировать вот такую вот умную материю для снятия макияжа. Я думаю, что только ленивый не видел видео об этой материи, как она снимает макияж и все в таком духе. Я абсолютно такой же человек, как и вы. Я также смотрю другие ролики, я также ведусь на рекламу. Также могу покупать что-то по наводке других блогеров, но иногда бывает такое, что я разочаровываюсь. Поэтому пока не попробую сама данную материю. Я не поверю в то, что она действительно настолько хороша, как ее описывают блогеры. И она мне появилась достаточно давно, но она у меня абсолютно новая, не распакованная. Я решила ее оставить именно для того случая, чтобы снять видео вместе с вами, чтобы это было и в первое впечатление, и такое, знаете, как тест-драйв, что ли. Сейчас уже пол первого ночи, но я понимаю, что если я не сяду сейчас, не сниму свой макияж с этой материи, то я уже, наверное, никогда не сниму его. Поэтому сегодня будем пробовать, что же это такое, с чем его едят, как это использовать. На мне макияж, пора умыться. Вот в такой упаковке мне пришла данная материя, и она запакована, и она фиолетового цвета. Также здесь была вот такая вот брошюрка, как ее использовать. Правда, она на английском языке, но, в принципе, по картинкам здесь все понятно. Можно постирать, намочить, смыть макияж и снова постирать. Сама материя выглядит вот таким вот образом. Очень такая приятная. Обожаю этот цвет, она фиолетового цвета, конечно же. Это мой любимый цвет. Я взяла данный цвет, потому что на нем будет, мне кажется, меньше заметно клеих-то пятен, если это не сможет отстираться. Я ее уже намочила, и здесь есть две стороны. Одна с более гладкими такими ворсинками, другая более такая пушистая, как раз на этой стороне этикетка. Я пока ее не отрезала. Стирать, кстати, здесь написано при 40 градусах, и это 100% полиэстер. Данная материя обещает нам снять макияж без сухости кожи, без раздражения. Она подходит для чувствительной кожи, для аллергиков. У меня самой чувствительной кожи достаточно. Также она обещает снять и в достойке макияж. К сожалению, сейчас от достойкого макияжа на мне нету, но на мне есть полный, в принципе, макияж. У меня BB, контуринг, румяна, помада, стрелки, 2 или 3 слоя туши, тени, брови. Все, в общем-то, во мне есть на мнение сегодня. И мы будем пробовать с вами снимать данной тряпочкой. Я ее намочила теплой водой, именно это указано в инструкции. Мне самой уже, если честно, не терпится, потому что пока я сама не попробую, я не поверю в то, что рассказывают мне другие лично блогеры. Давайте начну с губ. Да, пожалуй, с губ. Пришла на мне сайт Акул Бьюти. Ее размер 40 на 18. И там она стоит 1390 рублей. У меня на губах 2 слоя помады от Color Pop. И, ну, я бы не сказала, что не приходится тереть, но, в принципе, она мягко удаляет макияж с губ. Ну, все, с губами мы, в принципе, справились. Все осталось, кстати, здесь. Я думаю, что вам видно. Я так очень аккуратно это делала. Вот, а теперь перейдем, пожалуй, к глазам. Для меня это самая интересная часть. Что касается глаз, я буду как одноглазый Джо, потому что там написано, что нужно где-то 10-15 секунд подержать. на глазах и потом уже стирать. Ну, вот сейчас посмотрим, насколько это действительно так. Я не знаю, как это получается у других, но у меня не очень как-то хорошо выходит именно с глазами. Несмотря на то, что я приложила к глазу на 10-15 секунд, макияж частично растворился, вот все, что осталось, ну, как-то, знаете, как будто размазывается. А под глазами, над глазами, именно промакивающими движениями нам советует производитель убирать остатки. Уже куски ткани просто остаются у меня на лице. Это вообще нормально? Давайте попробуем снять брови. Ну, как снять? Вытекать брови. Ну, я думаю, брови вообще, в принципе, да, любая смоченная водой тряпочка хорошо их очистит. И теперь давайте перейдем уже непосредственно к лицу. Попробуем. Я очистила полностью кожу данной салфеткой. Она до сих пор у меня влажная. И сейчас я возьму ватные диски и возьму мицеллярную воду. Это моя любимая. Остатки тут уже. И сейчас мы проверим, насколько данная салфетка Makeup Razer убрала весь макияж с моего лица. Из того, что мне пока что не нравится, то все-таки я вижу, что в глаз не до конца убран макияж. И вот эти ворсинки, они все равно остались на моем лице. Кое-где приходится снимать вручную. Но кожу вот так, когда трогаешь, она достаточно мягкая. Ну, все. Беру ватный диск. И продолжаем снимать. Давайте сначала я пройдусь по лицу, а затем уже глаза. Потому что с глазами тут, в общем-то, все будет ясно, мне кажется. Ну, вот, пожалуйста, что у нас получилось. Ну, я думала, что будет лучше. Если честно, я вообще, когда садилась снимать этот обзор, я думала, что я буду снимать такой воодушевляющий обзор и призывающий вас купите данную штуку, потому что я ее сама лично не пробовала. Думала, что она действительно будет просто что-то нереальное. Посмотрите. И, как бы, эта салфетка, она заявляет о том, что, как бы, вы можете умыться с помощью нее и лечь спать. Ну, не знаю, я бы не стала. Возьмем второй диск и уже глаза я попробую стереть аккуратненько. Вот так вот выглядит диск после того, как я протерла свои глаза. И то, по-моему, даже подводка до конца не смылась. Это, кстати, подводка от Essence. Она какая-то просто супер ядреная, въедается и, по-моему, ничем не отбывается. Хотя, насколько я знаю, она не водостойкая. Ну, так я выгляжу без макияжа. Вот так вот выглядят мои диски после того, как я протерла лицо после данной салфетки, после мейкапа Рейзер. Я бы с этим не легла спать. И вообще даже после умывания данной салфеткой я бы тоже не легла спать, потому что у меня кожа очень реагирует. Я чувствую стянутость, я чувствую чуть-чуть сухость. Опять же, это, скорее всего, от воды, потому что смачивала я ее обычной водой из-под крана. Поэтому, конечно, сейчас я буду умываться, я буду наносить на себя все те этапы, которые я использую постоянно. Напишите, если у кого-то есть данная штучка, есть мейкап и Рейзер, как вы с ней управляетесь. Может быть, это моя какая-то вина, может быть, я что-то не так делаю, и поэтому у меня не получается. Но на данный момент это мое первое впечатление, и по первому впечатлению я не особо довольна. Таков мой вердикт. К сожалению, возможно, спустя время я попробую ее снова и пересниму данное видео. На этом я буду заканчивать. Я надеюсь, что это видео для вас было полезным, интересным, и в то же время вы поняли, что не все то, что рекламируют нам, не все то, что представлено на Ютубе, действительно так. Ну, по крайней мере, я немножечко разочарована, потому что я ждала действительно того эффекта, который я вижу у других. Девочек, все. Всем спокойной ночи или доброе утро, я не знаю, у кого что. Мы увидимся с вами в новых видео. Пока-пока.